Привет друзья, это новая серия и как это уже вошло в привычку перед началом видео я хотел бы у вас украсть одну минутку вашего времени Как вы могли заметить на канале уже больше 91 тысячи человек и эта цифра стремительно приближается к 100 тысячам Поэтому друзья, я хочу вас попросить перейти под это видео, посмотреть горит ли у вас красненькая кнопка или же она серая Если серая, то вы молодцы, а если же горит красненьким, то попрошу сделать ее серенькой и подписаться Потому что по статистике просмотров больше 60% зрителей, которые смотрят мои видео, не подписаны на мой канал Поэтому если вам хотя бы немножечко нравится то, что я делаю, нравятся мои видео, сделайте эту кнопочку серой и подпишитесь на канал Это очень огромный стимул для меня двигаться вперед, улучшать качество видео, делать как можно чаще и лучше Я очень надеюсь на ваше понимание и поддержку, ну а сейчас желаю приятного просмотра Друзья, а самый лучший спонсор, который поможет мне построить этот проект, компания 1xbet Здесь можно заработать, делая прогнозы на спорт А если при регистрации указать кодовое слово гараж, можно получить до 100 долларов бонусов, либо же 6 тысяч с половиной рублей на бонусный счет А ссылку и кодовое слово вы найдете в описании под этим видео Ну что ж друзья, судя из голосования из прошлого видео, все мы решили, что оставляем этот мотор восьмиклоп 1.6 Будем его дорабатывать, тюнинговать, делать его атмосферником на 140 через 150 сил, по идее должно у нас получиться И это значит, что сегодня нам нужно будет его хорошо обслужить, так как на нем мы еще определенное время будем передвигаться Поэтому нужно его сохранять в хорошем состоянии В любом случае, когда вы покупаете бушный автомобиль, нужно будет заменить все расходники И для полной уверенности нужно будет отрегулировать клапана и поменять ремень и ролик ГРМ Поэтому сейчас выдвигаемся в город, покупаем все нужные нам запчасти и начинаем обслуживать эту малышку Итак, закупился уже детальем, не было ремня и ролика, поеду сейчас в другое место докуплю И масло также нужно будет в другом месте докупить А так получается в остальном все нужные ништяки я уже прикупил Значит, первая по 20 гривен, 40 гривен получается за лампочки вот такие диодные в габариты Бронепровода силиконовые полностью 280, вот такая вот марка Затем топливный фильтр Свечи пинжика Новая крышка расширительного бачка Потому что старая пришла в негодность, не пропускает, не выпускает воздух То есть герметично всегда закрыто и бачок сильно распирается и может лопнуть А я его недавно поменял, поэтому лучше перестраховаться Также еще купил фильтр очистки воздуха вот такой Два небольших силиконовых скребка Здесь с одной стороны силикон, с другой стороны пластмасска Потому что скорее всего в будущем нужно будет перетонировать заднее стекло Оно полностью все исцарапанное И нужно будет лобашек закатать, потому что чисто одна полоска вообще не вкатывает Едешь как в аквариуме И это с тем учетом, что у нас вроде как 25-кой закатана полностью машина в круг Поэтому я думаю скорее всего пятачком мы ее затонируем по кругу Чтобы было более-менее нормально Но для начала нужно чисто зад поменять и лобаш затонировать Поэтому на первое время взял вот эти вот скребки Ну и вот такой вот белый герметик, потому что у меня фара отошла Нужно будет ее заклеить Итого, грубо говоря, бюджет этого видео 1000 гривен Не считая того, что нужно будет еще поехать на СТО, чтобы мне отрегулировали клапана И скорее всего нужно еще поменять будет звездочку коленвала Потому что я посмотрел, там ремень немножко съехал А если ремень съезжает, значит скорее всего звездочка уже слезалась Но это не 100%, потому что еще и причиной может быть ролик, который также уже накрылся Поэтому сейчас едем докупаем и в гараж менять все расходники Приехал уже в гараж, жара нереальная, машина греется, кипит в общем Сейчас крышка работает, слышно В тени больше 30 градусов, это 100% на солнце вообще пекло Поэтому сейчас нам нужно будет около 2 часов сидеть и тупо ждать, пока остынет двигатель Потому что при такой жаре он очень долго остывает И только после этого мы сможем приступить к замене всех расходников, особенно масла Потому что даже сейчас свечи полезть поменять, можно все руки попаливать об двигатель Поэтому, чтобы не терять это время впустую, сейчас попробуем поиграть в фастерс И при этом немного заработать Мне нравится то, что можно играть абсолютно с любого места Главное пополнить счет Как видим у меня еще осталось с прошлой игры немного И теперь будем делать первую ставочку Так, 100 рублей все правильно Сейчас выбираем коэффициент Ну, пускай будет 62 При этом возможный выигрыш у нас составляет 160 рублей и множитель 1.6 Нажимаем начинать играть Останавливаем игру Я ставлю автоставки, так мне проще выиграть Переходим в мои выигрыши и смотрим, что баланс немножко увеличился Давайте попробуем поставить немножко больше Давайте 200 рублей Шанс победы увеличиваем, при этом коэффициент у нас уменьшается Итак, с 200 рублей мы можем выиграть 268 Автоставка у нас активна, начинаем играть Главное не увлекаться и вовремя останавливать Примерно 2-3 ставочки сделал И теперь снова проверяем свой счет И нас уже на счету 1414 рублей 200 рублей мы еще раз подняли Немного поиграл, выиграл больше чем 2500, то есть было 1000, а сейчас уже 3651 рубль Нажимаем вывести Выбираем любую удобную для вас платежную систему, здесь куча Так же самое можно выводить для Украины и на приватбанк Но мне удобнее будет выводить на Киеве, потому что там минимальная комиссия Вводим нужную сумму Номер кошелька И нажимаем вывести Выплата успешно заказана А перед началом игры я советую изучить отзывы победителей Их здесь очень много и с каждым днем это все пополняется Так что в этой игре можно реально заработать И все ссылки я оставлю в описании Кстати, в конце этой недели начнем уже заливать этот гараж Поэтому съездил до знакомого сейчас и взял правило, чтобы тянуть Чтобы сделать его как можно более ровным Так Здесь вот одно и второе Конечно, они немножко грязные Но я с собой не взял никакой подстилки Поэтому сейчас нужно будет еще поубираться в салоне, пока машина остывает Кстати, черт заехал, купил вот такой вот ремень Бош 155 гривен И ролик АТшный, он усиленный, у меня стоял на девятке Такой же самый, довольно-таки хорошо прослужил Ни разу не подводил Ставил его последние два раза, это точно И как бы не подвел Поэтому решил купить точно такой же 200 гривен Он металлический, довольно-таки тяжелый Эту штуку купил для тонировки, чтобы выгонять воздух И, кстати, на мойке тоже очень полезная вещь, чтобы стекла вытирать Потому что в любом случае от тряпки остаются разводы, грязь А этот силиконовый скребок просто до чиста стирает всю воду Цена вопроса буквально 30 гривен Думаю, почему бы и не взять Так что вот такая вот небольшая обновочка Достал свечи и сейчас покажу причину Возможно того, чего она немножко подстраивала Вот это вот крайняя свеча, которая стоит возле воздуха Она самая крайняя А вот такие вот зазоры во всех остальных свечах То есть, можем видеть, что здесь вообще зазора нет Ее либо загнули так, либо я не знаю, почему оно так произошло Поэтому, я думаю, после замены новых свечей, бронепроводов Ну, естественно, и масла Троение должно уйти Я уже сам не раз убедился, что когда покупаешь бэушную машину Нужно все расходники просто взять и заменить Не важно, что вам говорил продавец Менялись они, не менялись Поэтому, вот такие вот сюрпризы Заменил уже все расходники Как ни странно, фильтр оказался довольно-таки чистым Потому что на десятке там была полная хламина На приоре тоже там полностью был он коричневый Здесь он желтенький такой, еще свеженький Также свечи, как мы видели, тоже в хорошем состоянии Не сильно черные, нагара также нету Но, как говорится, лучше самому все поменять И быть на 100% уверенным, что у тебя все исправно Все расходники вовремя заменены И не нужно ломать голову Вдруг чего-то, что-то там неправильно работает Так что ожидаем еще около часа Двигатель еще не остыл, чтобы с него сливать масло Ну и заодно, когда уже загоним полностью на яму Полезем под машину и поменяем топливный фильтр Но завтра уже поутру встанем и поедем на СТО Чтобы нам отрегулировали клапана Во-первых, эта процедура недорогостоящая Всего лишь 150 гривен у нас берут за это Во-вторых, пусть лучше это сделают профессионалы Которые этим уже давно занимаются Тем более, сами фишки клапанов Которые по толщине там подбираются У меня их нет Поэтому тут уже по-любому нужно обращаться на СТО Масло практически на максималке Сейчас попробуем прогреть ее Посмотрим, насколько оно упадет Может быть долить Может быть вообще идеально все залили Но сейчас вот именно почти по максимуму Там буквально миллиметрика не хватает И сейчас посмотрим, будет ли она троить после замены свеч Потому что я думаю, что все-таки дело было Вот в той вот загнутой свече Там, где был плохой контакт, плохая искра Итак, смотрим Работает вроде более-менее аккуратно Немножко дергает его Но тогда вот именно были сильные провалы Если завтра отрегулируем клапана Думаю, вообще будет все четко Но сейчас подождем, пока прогреется Она, возможно, и полностью пропадет Но работает Хорошо работает Тихо, лишних стуков никаких нет Немножко так вот подергивает его Это даже не троито Вот не знаю из-за чего Еще решил завтра после замены всех расходников После настройки клапанов Выехать на прямую трассу Замерить максимальную скорость И замерить разгон от 0 до 100 Как вот у нас машина пришла при ее покупке И потом уже, когда мы сделаем полностью движок Так же само сравним эти показатели Итак, утро второго дня И сейчас едем на СТОшку Как я и говорил вчера Менять ремень ГРМ и регулировать клапана После этого вечерком на моечку Наведем лоск, наведем марафет И замеряем скорость от 0 до 100 Какой будет показатель И попробуем выжать максималку Но думаю, 180 точно поедет Но на счет 200 я не уверен Так что запускаемся и едем на СТОшку А вот именно с этого момента И началось самое интересное Дело в том, что когда мы разбирали двигатели Мы также меняли термостат Потому что машина сильно грелась И при покупке мне говорили Что хозяин, прошлый владелец Вытащил вот эту вот штучку с термостата И это было обусловлено тем Что сейчас лето и жара И вот эта штука как бы не нужна Это чисто для того, чтобы зимой Лучше машина прогревалась Ну короче, по ушам поездили В общем я купил Я что ни технарев Не знаю ничего толком в этом Приехал я на СТО Поменяли мы термостат И как только достали старый Посмотрели, что там нету этой штуки Мне сразу же сказали Ее убирают, когда машину продают И сказали, что возможно Скорее всего Если мы сейчас поставим новый Исправный термостат То появится давление в системе А вот эту штуку убирают Чтобы это давление разрядить И чтобы ТАСОЛ сильно не просачивался Через эту прокладку И при контакте с поршнями То есть он не выгорал В общем история следующая Установили мы Все собрали на место Запустили И что вы думаете? Конечно Конечно Начались газы из бачка выходить Начался бачок расширяться Сужаться В общем полностью некорректная работа двигателя Поэтому было решено Его полностью раскрутить Посмотреть состояние прокладки В итоге у нас вышло что? Прокладка полностью целая Никаких трещин и прогаров там не было Но когда сняли Достали головку И приложили там ровную пластину И промеряли щупом отверстие Там оказался прогиб То есть этот двигатель Уже когда-то перегрели И чтобы все нормально Более-менее работало И можно было впарить эту машину Сняли вот эту штуку Чтобы не было заметно того Что что-то не так В итоге попал я на проточку головки Эта процедура стоит 700 гривен Плюс разборка-сборка Заново регулировали клапана В общем полностью разобрали И собрали двигатель Но теперь я знаю Пробег реальный Двигатель в идеальном состоянии Там просто все в идеале Поршня без нагара В цилиндрах выработки абсолютно нет В общем состояние нового двигателя Это вот единственное Что меня успокоило Значит как я уже сказал ранее Головку проточили Собрали все на месте И теперь машина полностью в рабочем состоянии Но я еще думаю Прочистить форсунки Для полного счастья Чтобы вообще все идеально было И тогда уже думаю Все будет нормально Так что сейчас Смотрим видос дальше И после этого Поедем на ровную гладкую дорогу И навалим максимальную скорость Сколько может выдать Этот движок Первый запуск После разбора Будем пробовать Запускать Запускать Запускать? Ну все Как можно видеть Забрал машину с СТО Все нормально Все работает Никаких посторонних шумов Дефектов не обнаружено Работает теперь ровно Ну в общем Как и должно быть Значит сейчас Едем на мойку Моем машину Немножко заправимся И будем замерять скорость Опять же Форсунки не чистил Поэтому не знаю Есть ли смысл От нуля до сотни Замерять Но максималку Как минимум Можно замерить И возможно Сейчас эксперты скажут Ты что больной После того Как тебе движок сделали Сразу же наваливать на нем По сути Ничего особо Мы здесь не делали Ничего по сути Не менялось Просто немного Проточили головку И установили на место Притираться здесь Не к чему Поршня и клапана Не меняли Не трогали Поэтому все в штатном режиме И на СТО сказали Что можно наваливать Хоть сейчас Да и тем более За сегодня я уже по делам Сотку километров Наездил Поэтому Даже если что-то там и было То немножко все равно Притерлось Но как бы на максимум Мы насиловать не будем Но примерные результаты Мы сегодня посмотрим Друзья Уже помыли машину Сейчас выезжаем На прямую Ровную дорогу Камеру я зафиксировал Она наблюдает За скоростным режимом И сейчас Будем валить Пробовать Максимальную скорость От нуля до сотни Не хочу сильно Нагружать ее Постепенно Будем разгоняться До максималки Такое серьезное лицо Это еще четвертая скорость Четыре тысячи оборотов Сто шестьдесят В общем Сто шестьдесят Два сто шестьдесят три Но это четыре тысячи оборотов Дальше почему-то Не хочет разгоняться Возможно Какой-то ограничитель Возможно Форсунки забиты Я их не чистил И еще один вариант Это то что Бензин девяносто второй У меня сейчас То есть по сути Есть потенциал Куда ему крутить Сейчас Нужно будет развернуться Ну и все-таки Попробовать Как-то замерить От нуля до сотни Сзади машин нету Спереди Вроде нет Сейчас Станавливаемся Так Ноль Блин Лицо такое Сто Ну Зимняя резина Еще немножко Пробуксовывала Ну и опять же Это такой Не прям жесткий Резин Ну опять же Это не прям Такой жесткий режим Но машина Имеет потенциал Это сто процентов То есть Есть куда стремиться Еще Движок Просто шикарнейший Сейчас разворачиваемся Едем в обратную сторону Ну и подводим В этом итоге Жесть Вот можно было До соточки докрутить Но я уже не стал Сами видели Соточка быстро набирает Я не знаю Но секунд наверное Ну по-любому В заводские показатели Вмещаются Ну что ж друзья Четырка теперь полностью На боевом ходу Проверили скорость Нормально валит Ничего лишнего Не стучит Не звенит Это очень хорошо Еще я не перестаю Удивляться ее цветом Потому что вот сейчас Когда она стоит в тени Вообще такой цвет Как будто темно-темно Бордовой практически черный А на предыдущих кадрах Вы видели Как на нее падает солнце И какой крутой оттенок Получается То есть машина в тени Становится темной На солнце открываются Все краски Цвет очень крутой Портвейн называется Так что Если вы задумаетесь Перекрасить свою машину То я думаю Стоит обратить внимание Именно на этот цвет Ну а подводя итоги Сегодняшней серии Как я говорил У нас бюджет был Тысяча гривен в начале И к концу серии Он вырос ровно в пять раз Получается Две с половиной тысячи Я дал за ремонт движка Полторы тысячи работа Плюс детали Плюс 700 гривен Еще стоила проточка Отдельно отвозили К другому мастеру Полностью все расходники Масла, фильтра Затянули на полторы тысячи Новый термостат Еще плюс 300 гривен Еще регулировка клапанов И замена ГРМ комплекта В общей стоимости Обошлось в ней В пять тысяч гривен Или же практически Двести долларов Поэтому вот такая вот машина После перекупа По-любому нужно проверять Когда ты покупаешь Будушную машину И это очередной раз Тому доказательство Ну а сейчас я хочу сказать Всем спасибо за просмотр Всем пока Ну, я знаю Субтитры сделал DimaTorzok